ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 Своим голосом записываешь? Да, да. Если дома семья не текет, одеваем наушники и себе... В общем, король, на радио мы трижды записывали в течение полутора лет, трижды записывали на краевом радио. Меня спрашивают, откуда ты успеваешь, как ты успеваешь каждые полгода новую программу. А мы каждый раз по 40 минут. А все очень просто. Я просто поступаю так. Черновой вариант. Я записываю партию в том диапазоне, на том же необходимом диалекте. В общем, полностью партию от начала и до конца со всеми импровизациями каждому участнику. У них у всех есть магнитофоны. Я отдаю эту кассету. Они мне дают кассету, я на их кассету записываю. Они разучивают, кто, значит, картошку чистит на кухне. Приходят на репетицию. Уже у них все. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 О, ж ты, батюшка, о Сезор, ой, ой! О где же ты далёта? Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Ох, увидал, ха! Ну, позаражал, устал, да венера Ну, красая лица тихонько сказал А венера проснулась Охотничка веедет Молодой охотник Чем хочешь обедить Ох ты, злодей! Война! Ты боишь того, листьеводы, яма Ни звери, ни лисей, яца А сам видишь, я кто А мы, лисицы, видаяли А мы волков стреляяли А мы таких красу вот так Редкости встречаяли Ох ты, злодей! Я пробил барабан, барабан Ты, поедим ли, красая лица В лагере ночевать Ох ты, злодей! Я пробил барабан, барабан Ты, поедим ли, красая лица В лагере ночевать Ты, поедим ли? Ты, поедим ли ты, поедим ли? Я пробил барабан, барабан Ты, поедим ли, красая лица В лагере удивительная ПЕСНЯ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Добро Остин Дng Девица Девица Дмитрий Дмитрий ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Даже нападает безысходность какая-то. Давление западной культуры просто бешеное. Знаете, все об этом знают, все это видят. Но вы знаете, когда подумаешь о наших детях, просто ужас берет. Почему? Вот этому нужно пропаганду делать. Русской традиционной музыки. Другие же народы это делают. Во всяком случае они себя жестко или достаточно жестко охраняют от нашествия, от тотального нашествия других. Ну вот такая современная цивилизованная культура. Я бы не сказал, что она цивилизованная. Западная, американская, вот это я имею ввиду. И просто страшно становится. Мало того, мы и нравственность теряем. Его не приобретает эта нравственность. Наши поколения, наши дети. Это то, чем, собственно говоря, всегда отличалась русская нация. Этим отличалась, прежде всего, нравственностью своей. Мы и до сих пор, кстати, от этого страдаем. Потому что так долго терпим то, что над нами творят. Это тоже часть, что-то такое осталось, наверное. А поскольку сейчас, ну я, наверное, ни одного чисто русского не найдешь, я имею ввиду в национальном отношении, то есть это уже присуще всему российскому народу нашему. Все мы такие терпеливые. И когда вот смотришь на такой беспредел, культурный беспредел, это просто ужас. Я просто, можно сказать, мы автоматически этим занимаемся, потому что нам нужно это делать. Побольше бы вот... Я бы, понимаете, то, к чему мы привыкли, значит, видеть со сцены, там, хоры народные, это тоже прекрасно, но это авторская музыка. Это автор сюда прикоснулся, да, это тоже русская, а вот традиционного это мало, не знает никто. Вот такие вот коллективы нужно. Слава Богу, у нас в Красноярске еще один коллектив такой появился совсем недавно. Я не знаю его наименование, но, очевидно, он скоро даст знать о себе, который занимается Красноярским краем. Это прекрасно. Мы занимаемся, значит, исполнением песен и плясок там различных регионов. Это знаете почему? Меня ругали фольклористы за это. Это невозможно сделать, владеть всеми манерами, да, как профессионал я это понимаю. Это практически невозможно. Но мы весьма приближенно этим все-таки владеем. То есть песни разных регионов России. И Архангельской губернии, там, значит, Дон, казачество Кубань, запад России, Брянск, Смоленск, Псков, северо-запад, значит, Волгоград. В том числе и Сибирский регион, и Красноярский край, безусловно. Безусловно. Потому что здесь же все-таки потомки переселенцев, вынужденных или добровольных переселенцев у нас принесли ту самую культуру и песни, которые бытовали в Европейской России. Оттуда же все. Оно не появилось здесь просто так и сразу. И поэтому мы занимаемся просто пропагандой. Тут я с одним человеком как-то разговаривал. Не я, но мы вместе разговаривали на эту тему. Он говорит, вот не люблю слово пропаганда. А я в данном случае специально произношу. Пропаганда должна быть. Потому что на нас идет другая пропаганда. Нужна контрпропаганда. Элементарно. И скорее бы это поняли. Нужно поддерживать такие коллективы. У нас есть вот в Бородино, я знаю, там очень хороший ансамбль. Другое дело, что не такие они уже сложные песни, скажем так, по партитуре, по народной. А ведь часто бывают такие партитуры, что 12-голосные. Бывают я расшифровываю эти партитуры голоса. И потом мы разучиваем по партиям. Кто-то скажет, что нужно было с голоса. Но не всегда же ты поедешь. Тем более сейчас к бабушке куда-то в дальнюю деревню, чтобы... Вы ведь сохраняете не только музыку и инструменты, еще обряды, да? Да. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Которые еще хранят то, что они имеют. Русскую традиционную песню. Они уйдут, кому петь? И почему-то все берутся, в основном, все, подавляющее большинство коллективов, они берутся обрабатывать вот эти мелодии. Основа вот этих обработок, значит, на основе венской гармонии, и то есть они берут такие, на их взгляд, наиболее такие мелодичные кусочки из этих песен, приделывают к ним аккорды, проще говоря, и все, и получается, там вставляют, значит, или оркестр народных инструментов. Это, безусловно, красиво. Это, безусловно, красиво. И, тем более, это привычно для уха современного зрителя. Но не надо бы забывать и традиционную музыку. Субтитры создавал DimaTorzok Прежде всего, как и любой другой народ, наш народ отличается своей культурой. Это как раз то, что не подвергается практически изменениям радикальным каким-то. Да, конечно, вот соседние народы, влияние соседних культур, да, это есть, но все-таки культура, традиционная культура народа, любого и русского, если мы говорим о русском народе, то она обязательно сохраняется. И вот мы стараемся петь песни не просто, вот как сейчас уже говорят, что вот фольклорные песни, там вот такое вот словосочетание неудачное. Мы стараемся петь песни традиционные, которые сохранились только благодаря консерватизму русской деревни. И которые в этих деревнях вот еще до сих пор бытует, это именно традиционно. Я пользуюсь собранием фонотеки Гнесинского училища, консерватории, значит, Академии имени Гнесиных. Поэтому это не лично. Я собирал задачу коллектива, я вижу, ведь совсем не обязательно быть именно собирателем. Это хорошо, но не совсем обязательно. И вы знаете что, ну кто же петь тогда будет? Пусть мне объясняют, что это за рога на девушке. Ну, для начала, если, коль скоро у нас речь зашла о русском традиционном костюме, вот, ну, самый такой сложный из тех, которые у нас сегодня присутствуют, это костюм на Лене Стасовой. Она его изготовила сама, и я думаю, сама пусть и расскажет. Кичка это головной убор, очень древний. Он зародился, это пописьменно, в 14 веке писали об этом. Но вообще все корни уходят еще даже древнее, там, я не знаю, глубже, да, в века. Для чего нужно это? Да, кичка рогатая, вот, тогда использовали это, вот именно, это оберег, рожки, это оберег от сглаза, там, различных порчей, неприятностей. Вот, и рязанские женщины одевали именно вот эту, они очень обожали эту, свой головной убор. В каждом регионе разные, значит, были различные символики в разных регионах России, вот, но это вот наиболее общее для всей территории России, вот, это вот орнаментика на костюме, на ее вышивке. Кугиклы. Ага. На них исполняли только женщины, это женский инструмент. Вот так вот держится? Нет. Нет. Вот так вот держится, руки крест-накрест, и дуются. Инструмент калюки, обнаруженный в Белгородской области и в Курской, они тоже бытуют. Их еще называют обертоновыми флейтами. У нас в городе у кого-нибудь, кроме как у вас, это есть? Вот таких калюк нет. Ну, я имел в виду из природного материала сделанный инструмент, потому что есть у Николая Алексеевича Шульпекова из пластмассы сделанные вот калюки. Ну, конечно, звук немножечко другой, хотя принцип тот же самый. Вот, ну, вот еще на мне жалейка, мы сегодня не играли на ней, ну, это все видели, наверное. Иногда в некоторых областях ее называют рожок, вот, из-за рога. Вот это, кстати, не коровий рог, а бычий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok 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 ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok